Айоу! Всем большой привет! Сегодня необычное видео. Без смысловой нагрузки, никакой полезной информации, тупо несколько незначительных наблюдений за игрой, небольшой интерактивчик для зрителей и доза деградации от пустую потраченного времени на данное видео. У нас на канале в последнее время слишком много видео, где тупо информация, информация и бла-бла-бла. Хочется немного пострадать фигней и разбавить свой контент в кавычках. На днях на страничке KFC Gaming в Твиттере проходило голосование за лучшую компьютерную игру. В ней поучаствовали все популярные ААА-проекты, от GTA до Mortal Kombat, MFS и так далее. Это был целый турнирный батл между игровыми гигантами с турнирной сеткой. Проигравшие и победители. Хотите посмеяться? В финале вышла Асада и Майнкрафт, и с разницей в 70% голосов победила Асада. KFC не ожидали такого разгромного счета и пообещали выпустить продукцию для всех фанатов Асады. На некоторых ресурсах уже предположили, что это будет бургер с изображением лорда или его пулемета, что вполне реально. Саня как не как медийная личность. Ну а если ты за правильное питание, то должен играть и в правильные игры по правильным ценам. Правильно? Правильно, бля. Настоятельно рекомендую заглянуть после просмотра видео на GameStore по ссылочке в описании. Предзаказы на все новинки со скидками до 15%. В разделе скидок 24 на 7 крутые проекты за копейки. Постоянное пополнение библиотеки игр от разных издателей и самое главное 100% безопасность покупки. Сам много раз закупался. В общем, пока ты еще не ушел скупать все на Game, я продолжу видео. 10 сентября на все платформы выкатят новую операцию Ember Rise. И я еще со старта ТС заметил, что что-то как-то больно много стационарок в защите получается с появлением такого оперативника как Goio. При выборе определенных оперативников ими реально можно заставить весь плент. У нас даже на точке захвата один не уместился. Мы, все, кто участвовали в видео, были в курсе, что канистру от Goio можно было спалить через окошко. Но, тем не менее, путаница происходила и мы решили сделать такой небольшой дейлик. Короче, смотрите, какова задача. Эш, иди сюда. Мы, наверное, встанем... Встаньте в кучку, защитники. Ну да, здесь, наверное, больше всего. Эш, Зафи, сейчас уходят отсюда. И задача защитников расставить вот в ту сторону щиты в перемешку стационарной обычной и щиты Goio. Ну, на расстоянии друг от друга, насколько это возможно. Подождите, чтоб не видеть... Чтоб не видеть... Подождите, подождите, подождите. Эш, Зафи, уйдите. Мы, блядь. Да уйди. Так мы смотрим вот тут. Все, не подглядывай. Давайте, расставляйте. Давайте, расставляйте. Без окога на среднее и дальнее расстояние канистру разглядеть почти нереально. И вот сейчас давайте попробуем вместе угадать, за каким щитом они есть. Вот прямо сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментарии номера щитов, по вашему мнению, где присутствует канистра. Написали? Давайте теперь проверим ваше орлиное зрение и интуицию. Серёжа, иди сюда. Серёжа, Эш. Зафи. И под прямым углом даже. Я особо... Вот отсюда вот видно все щиты. Вот с моей точки. В принципе. Не угадал. Вторая попытка. А, у нас там камера же есть. Ну шагай. Голела. Сейчас, подожди. Сейчас, пускай Серёга второй раз выстрелит. Где вам ставки? Один эксбэд. Я думаю попадёт. Давайте. Но он не угадал. Он не угадал. Он не угадал. Ну конечно, она подсматривала. Вы что хотите? Кто я? Я не сидел в дроне вообще. А кто в дроне сидел тогда? Ага. Не угадал. Эш? Эш сидела в дроне. Также, если вы не в курсе, глазу и доки добавили хаи гранаты. Скорее всего, такое решение было введено из-за того, что у Гоя целых три щита, плюс обычные. А уничтожать их особо нечем. Плюс ко всему был вброс, что за фию уберут ещё одну пробивную гранату. Пока, кстати, на ТТС всё на месте. И если раньше, при всём большом желании, в атаке могло быть максимум шесть гранат, то теперь их десять, и даже егерь уже не может от них спасти. Серёжа, чин наш, помнишь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавьте сюда разоружение Сога флэш гранатами, и по сути, егерь уже не такой уж и контр получается. Как я думаю, сделано это специально, чтобы подготовить нас к оперативнику в следующем сезоне. Напомню, как я рассказывал в одном из видео ранее, уже был слив, что в защите будет егерь 2.0, который также контрит всё подряд. Видео про слив я оставлю в аннотациях, кто хочет ознакомиться, пожалуйста. А так, по сути, это всё. Спасибо всем, кто вызвался помочь. Спасибо, что досмотрели до конца. За лайкосик тоже спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Валькирия, куда ты убежала? Давайте, ребят, побыстрее. Раньше... Валькирия, давай уже спрыгивай. Да, бле... Я тут паркур разучивал.